Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с начальником ОМВД России по городу Артему, полковником полиции Алексеем Николаевичем Шульженко. Здравствуйте, Алексей Николаевич! Здравствуйте! Алексей Николаевич, как-то незаметно пролетели 9 месяцев текущего года. Уже можно провести какие-то итоги. Как отработала полиция за это время? В цифрах это 1800 преступлений с небольшим. Количество оконченных преступлений, то есть раскрытых преступлений, которые мы направили в суд, увеличилось примерно на 10%. Количество преступлений, которые мы не раскрыли, которые остались темными в простонародье, наоборот, снизилось. И процент раскрываемости за многие годы превысил 50%. На сегодняшний момент составляет 0,5%. По большинству видов преступлений наблюдается снижение. Сохраняется только количество убийств. 10 в том году и 10 в этом. Раскрываемость по данному виду также сохраняется в достаточно высоком уровне в 90%. По остальным преступлениям грабежи, кражи транспорта, кражи из квартир. Также наблюдается снижение. С учетом того, что мы раскрываем все-таки больше, мы планируем, что в дальнейшем также будет происходить снижение этих видов преступлений. Количество разбоев снизилось более чем в два раза. И раскрываемость там также увеличивается. Поэтому на наш взгляд обстановка в городе стабильная, позитивная динамикой на будущее. Расскажите о наиболее интересных делах, которые завершила полиция в этом году. Если говорить о резонансных преступлениях, то в этом году нами были раскрыты несколько таких преступлений. Наиболее резонансные это убийство женщины-таксиста. Она работала в фирме такси. Она приехала на вызов. Мужчина, который ее вызвал, убил, сжег ее тело и попытался сбыть ее машину и телефон. Он был нами задержан, дал признательные показания. Оказалось, что за 10 дней до этого он также вызвал другую водителю, женщину такси, той же самой фирмы Максим. Изнасиловал ее, но однако ей удалось убедить и оставить ее живой. Данный гражданин задержан, сейчас находится в местах лишения свободы. Пару месяцев назад был обнаружен труп женщины в районе Дубков. Женщина была не установлена. У нас не было заявлений о пропавших без вести. Мы предположили, что это женщина, осуществляющая сексуальные услуги на трассе. Данная информация подтвердилась. Мы начали отрабатывать круг знакомств и задержали гражданина цыганской национальности, ранее судимого, который также дал признательные показания. Женщина была застрелена. Было изъято оружие преступления, пистолет. Гражданин находится в местах лишения свободы. Из резонанса, наверное, еще мы раскрыли разбой на хлебозаводе на остановочном пункте. Был совершен разбой. Мужчина в маске, капюшоне залетел в магазин с предметом, похожим на пистолет. Совершил разбой. Там была одна женщина, продавец. И в тот же вечер у нас было совершено нападение на прохожего, на мужчину, который также был ограблен. При проведении оперативно-русных мероприятий нам удалось выйти на данного гражданина. Он ранее привлекался к ответственности, однако ввиду психиатрического заболевания в отношении него судом были приняты меры принудительного медицинского характера. Вот он вышел и совершил дальнейшие вот эти преступления, которые я говорю. Он также будет привлечен к ответственности и осужден. Находится также он в изоляции. Были еще много резонансных преступлений. Ну, например, была задержана группа угонщиков с Паски, которые совершали кражи транспорта на территорию города Артема, Сирина. Нам не удавалось долго их найти, потому что они из другого города. Ну, совместно с аппаратом управления. Нам удалось выйти на их след и задержать. Буквально на позапрошлой неделе. На прошлой неделе был задержан тоже гражданин, который серийно совершал кражи транспорта в городе Артеме. Но здесь нам удалось не найти похищенной, то есть четыре машины. Нам удалось найти и изъять. Какие преступления в Артеме сегодня преобладают? Традиционно это кражи имущества. В подавляющем большинстве это кражи сотовых телефонов. В большинстве случаев это действия потерпевших по несоблюдению, по сохранности своего имущества. Часто у нас в школах, в общественных местах кражи. Большое количество преступлений у нас каждым годом растет с применением сети интернет, средств сотовой связи. Когда людям звонят, пишут, люди заказывают какие-то товары. Но здесь мы продвинулись тоже достаточно далеко. Весьма успешно мы раскрываем данный вид преступлений. В этом году было задержано несколько групп, которые годами совершали эти преступления. Осваиваем новые методики и думаем, что в дальнейшем показатели раскрываемости также будут расти. Однако количество этих преступлений все равно, мы думаем, будет все-таки расти, потому что немалое количество преступников проживает даже не на территории Приморского края, что затрудняет раскрытие этих преступлений. Более долгий временной промежуток нам требуется, и за это время они успевают совершить какое-то количество преступлений. Недавно завершилась операция МАК-2017. Как она прошла? Мы считаем, что показатели наши весьма достойны, хотя еще есть стремиться и дальше. Нами выявлено 9 фактов посевов на территории площадью около 1700 квадратов. Задержано 13 лиц, которые совершают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Более 2000 площадей засеяны коноплей нами, обнаружены и уничтожены. И изъято около 3 килограмм наркотиков. Мы впервые проводим эту операцию сами. Ранее мы проводили его с структурой госнаркоконтроля, которая у нас в сегодняшний момент не существует. Мы завершаем мероприятие по комплектованию с подразделения, которое у нас на базе госнаркоконтроля создано. И мы думаем, что показатели у нас будут только расти. И профессионализм со временем растет. Мы освоили и взяли все лучшее, что использовал госнаркоконтроль, потому что примерно половина сотрудников из госнаркоконтроля осталась работать у нас. Наркоситуация в Артеме. Что мы сегодня имеем? Как полиция борется с наркопреступностью? Если говорить в целом, то наркопреступления не латентны. То есть мы не можем с абсолютной точностью сказать, сколько лиц употребляют наркотики, сколько преступлений в этой сфере совершается. Можем лишь говорить о том, сколько преступлений выявлено нами, сколько задокументировано. Преступлений нами выявлено и задокументировано больше, как и лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности. Есть такой вид наркотиков, достаточно распространенный в молодежной среде. Легкие синтетические наркотики. Их несколько видов, там и скорость. Вот здесь нам сложнее это все регулировать, потому что люди употребляют их в закрытых местах. У них синдром наркозависимости развивается несколько иначе. Но, однако, мы пытаемся, по крайней мере, контролировать и эту сферу наркотиков. Мы думаем, что количество употребляющих лиц не увеличивается. Мы проводим профилактические рейдовые мероприятия. Если говорить о сильнодействующих наркотиках, внутривенных наркотиках, то, на наш взгляд, ситуация потихоньку стабилизируется. Количество стоящих на учете таких наркоманов снижается. Здесь наблюдается некая также положительная динамика. Штат полиции укомплектован? Полиция города Артема не укомплектована. При штате примерно 500 человек. Некомплект составит примерно 70 человек. Это где-то 11,2%. Людей не хватает. Нам больше всего не хватает у нас сотрудников патрульно-постовой службы, участковых полномоченных, отдела уголовного розыска. Но мы со своей задачей справляемся. Проводим мероприятия по комплектованию. Я приглашаю всех желающих приходить, кто себя видит в этой службе. Приходите, устраивайтесь. Мы ждем вас. Сведения о том, где можно получить информацию о наборе, мы размещаем на форпосте, на артемовском телевидении, в наших газетах местных артемовских. На стенде также у нас размещена информация, которая находится перед отделом. Поэтому мы приглашаем. Мы с радостью всех премиум желающих. Вы говорили сейчас об участковых. Нам много задают вопросы по этому поводу. Где можно найти участкового? Как с ним познакомиться? Где вообще найти информацию о том, где располагается у нас, где сегодня ведет прием участковый инспектор? С участковыми все обстоит тоже не самым лучшим образом. У нас несколько участковых обслуживают несколько участков, потому что достаточно большой некомплект. Есть достаточно большая текучка, и за счет этого граждане не успевают привыкнуть к своему участковому. Однако информацию о своем участковом можно получить у нас в дежурной части по телефону 02, если сотового телефона 020, либо телефон 47247. Если это участковые в сельских поселениях или в поселках городского типа, то эту информацию можно получить в администрациях этих сельских поселений. Также информация размещена на сайте УВД России по городу Артему. Можно получить эту информацию, позвонив в отдел участковых полномоченных, по телефону 47076. Полиция оказывает государственные услуги. Алексей Николаевич, расскажите немного об этих услугах. Что это означает? Каковы они? На самом деле мы уже много лет их оказываем. Просто в какой-то момент те услуги, которые мы оказывали, были названы государственными, были созданы нормативно-правовые акты. Мы оказываем госслугу одну по линии ГАИ, выдаем сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Эта услуга оказывается у нас в отделе ГАИ Новоровского. Мы оказываем услуги, которые нам перешли с момента реорганизации ФМС. Сейчас эта служба называется отдел по вопросу миграции. Это услуги по выдаче и замене гражданского паспорта, это услуги по выдаче и замене загранпаспорта, выдаче документов удостоверяющих личность. Здесь в непосредственном отделе мы оказываем услугу по выдаче справки о привлечении к уголовной ответственности. Эта услуга оказывается у нас в понедельник с 10 до 12, и в среду с 13 до 17 часов. Здесь есть некая специфика показаний от услуги, на которые я бы хотел остановиться подробнее. Эту услугу мы можем получить, граждане могут получить по средствам сети интернет, зарегистрировавшиеся на сайте госуслуг, адрес www.goessluge.com. Специфика здесь, что не нужно стоять в очередях. Срок оказания услуги две недели, в то время как оказание услуги, если граждане непосредственно к нам обращаются с оказанием этой услуги, 30 суток. То есть это существенно сокращает и время подачи, и время оказания услуги. Поэтому здесь есть большие преимущества. Поэтому всех прошу, обращайтесь к нам, мы эту услугу окажем. Сегодня полицейские участвуют во многих всероссийских акциях. Скажите, для вас это общественная нагрузка или такая отдушина после тяжелой работы? Мы не считаем, что это общественная нагрузка. Все, что полезно, но мы считаем, что это не в нагрузку. Поэтому здесь мы пытаемся совместить полезное с приятным. Эти акции, ну их много. То есть на самом деле мы в год участвуем не менее чем в 10 акциях. Эти все акции направлены на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию службы в полиции. Спасибо, Алексей Николаевич. А я напоминаю, что мы были в гостях у начальника ОМВД России по городу Артему, полковника полиции Алексея Николаевича Шульженко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин